Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 миллиона лет. Похоже, обязательств, которые взяли на себя страны по сокращению выбросов парниковых газов может не хватить, чтобы спасти планету от климатической катастрофы. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Напомним, обязательства, о которых напомнил Гутерриш, приняты странами в рамках Парижского соглашения. Оно было принято в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующего меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года, по словам Генсика ООН, сейчас человечество «стоит на краю пропасти», в соответствии с нынешними обязательствами мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия. Мы стоим на краю пропасти, предупредил он. Но если мы будем работать сообща, мы можем предотвратить наихудшие последствия дестабилизации климата и использовать восстановление после пандемии, чтобы встать на более чистый и зеленый путь развития, считает Гутерриш. Также Генсик ООН призвал международные кредитные агентства прекратить финансирование крупных проектов по ископаемому топливу, которые, по его словам, больше не являются экономическими инвестициями. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в своем выступлении также отметил, что страны Большой Семерки должны взять на себя существенные обязательства по финансированию борьбы с изменением климата и даже удвоив их. Ранее Дрюшин Делаль, профессор климатологии Университета Дьюка в США заявил, что в этом десятилетии человечеству необходимо принять срочные меры для сокращения выбросов метана. «Для достижения глобальных климатических целей мы должны сократить выбросы метана, а также в срочном порядке сократить выбросы углекислого газа», заявил Шин Делаль. Хорошая новость заключается в том, что большинство необходимых действий приносят не только пользу для климата, но также для здоровья и финансов, а все необходимые технологии уже доступны. Читать Дале ученые показали, как черная дыра разрывает звезду Илон Маск, первые туристы на Марс погибнут учены и провели крупнейшее генетическое исследование сверхдолгожителей.